Голос. Команда «Голос» – любимая команда служебного пса по кличке Барс. За шесть лет службы в полиции он сумел оперативно разыскать пропавшего ребенка и принять участие в десятках следственных экспериментов. Студенты Международного института рынка сегодня наглядно показали, на что способен четвероногий блюститель закона. Тихо, не нервничай, не нервничай. Идем, идем. Не вылезешь? Давай, развернись. Ой, молодец! Еще Барс умеет крутиться, это помогает правильно сесть рядом с тренером, сражаться за свой любимый бублик и находить из множества вещей одну нужную – по запаху. За своими, возможно, будущими коллегами по работе студенты наблюдают с интересом и порой задают каверзные вопросы. К примеру, не перепутает ли собака при задержании преступника, если у того есть брат-близнец. Такого, чтобы на месте преступления было два однояйцовых близнеца, не было в моей жизни ни разу. Во-первых. Во-вторых, всегда будет разный запах. Даже после того, как вы что-то поедите разное. О том, как правильно проводить следственные эксперименты, ребятам рассказывают криминалисты. Для этого сотрудники полиции используют разыгранные сцены с обязательным участием зрительного зала. Теперь студенты знают, как добыть улики с места преступления и провести экспертизу. Мне особенно, в особенной степени понравилась работа с собакой, то есть вообще рассказы из практики какой-то, да. Вот. Было очень интересно и это действительно воодушевляет. В Международном институте рынка сегодня учится порядка пяти тысяч человек. Возможность пообщаться с представителями своей профессии выпадает редко. Поэтому такие мероприятия студенты стараются не пропускать. Такие мероприятия – это, конечно, повод или способ избавиться от своих фантазий положительных или отрицательных и увидеть, что люди вполне адекватные, очень интересные, работают и занимаются важными делами. И с увлечением рассказывают о своей профессии. Встречи, направленные на вовлечение студентов в профессию на базе Международного института рынка, проводятся ежегодно. Благодаря практическому знакомству с будущей службой многие выбирают занятия по силам и интересу. Здесь, несомненно, они получат те основы, которые либо, с одной стороны, предопределят выбор их будущего направления работы. Не исключено, что кто-то из ребят может пойти и работать в органы внутренних дел. К примеру, в кинологическую службу обучение на кинолога бесплатное – достаточно желания. Появится не только интересная работа, но и верный друг, который не предаст. Ну, разве что однажды уделит пять минут своего времени студенткам, ведь внимания и хороших фотографий должно быть много. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.